на макияж записывалась на 4 очень нибудь красивенько на вечер черное платье с декольте меня преобразить шапочку а вы губы тоже доделаете губы что такое побольше поколоть да за один раз наверно не делать делать на лице кремик нас какой-нибудь фотку выберем фотографии не делали а если я выберу какую-нибудь фотографию примерно чтобы а это чем хлоргексидином протираете синий фиолетовый зеленый слава бога не разбился вываливаются так а можно себе сходку какие цвета будем получать зеленый вот это да осень а серо-зеленый отсюда что мы будем или этот мир может быть такой синий дам нужно что-нибудь поснимаю как его делать честно мнение это вообще не интересно да а если это к сторонке подержу я сейчас тоже не буду ничего делать и все это будет сниматься но только или свое лицо хорошо чтобы знать как такой макияж делать а времени сколько уйдет до часа на не знаете у меня в пять а как на мать и для губ моих подойдет увеличение до маленькие основы сделали основу сделать основу гидро так это крем такое увлажняющего зона и с микро частицами с подсветками подходит на подходит но к этому макияжу надо чуть-чуть потемнее тон делать чтобы понять чуть-чуть как будто в загарку это вот именно вот этот тон я подобрал что надо как после моря да 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 он освеживает он не такой отдохнувший не запиваются незаметно это когда щеки худеет коррекция сухая сухая коррекция лица назад того все это вот такой коричневый разный буду брать на смешивая выделяю то что вы пуклы коричневым то что вы пуклы и есть профиль джули как называется так выделили наоборот это светлый но и закрепляется как утром утром у нас тонально чтобы к одежде не прилипала носик надо будет переделить чем наши курить по коричневым выделить на эту часть посерединке до коричневым кажется острее слушает серединку тёмно боковушки светлым тоже такой эффект загара чуть-чуть будет на фотках классно получается съемки не люблю я прям нервничаю я только свое лицо вредничаю а ведь просто вот так это румяшки да тоже кику милану профессионально так делаем вот так чуть чуть не видно вообще не видно мы что же их подделать они как будут торчать до кого-то торчат не торчать но естественно то есть можно и губки увеличить и вот тут вы бы советовали а сколько это по деньгам смотря какой препарат от 10 до пятнадцати губы и щеки да щеки так ребят сейчас на дворе ночь я тут монтирую новое видео как всегда по ночам и в такие моменты меня больше всего тянет есть какую-нибудь вкусняшку но как вы знаете я стараюсь питаться правильно чтобы как можно дольше оставаться стройной здоровой и красивой поэтому как мне кажется очень очень важно чтобы дома были полезны продукты в том числе для перекуса потому что если этого нет гарантированно вы будете просто кушать то что имеется например каким-нибудь булочки до калорийной шоколадки потом а того что тебе физически плохо еще и адски мучает совесть мои самые любимые фавориты это овощи например обожаю вот такую свежую капусту просто подсаливаю и она тогда уходит как чипсы то есть берешь по кусочку хрумкаешь при этом калорий практически ноль огромное количество витаминов клетчатки в общем совесть душенька спокойно также мне очень нравится отруби я беру ржаные нашла вот такие с минимальной калорийностью и ем их просто в свежем виде также мне еще нравится просто кофе для турки мелкого помола я его завариваю в чашке прямо с таблеточка сахарозаменителя тоже ноль калорий это так вкусненько и обязательно не крепкий то есть у меня где-то одна чайная ложка без горки на большую кружку воды поэтому на сон он никак не влияет и все эти продукты я заказываю с помощью доставки из перекрестка там самый большой ассортимент заказ привозят за 60 минут и стоит это всего 99 рублей но конечно это очень-очень удобно плюс можно выбрать что-то из любименького да и найти что-то новое плюс экономить кучу времени на походах в магазин но и самое главное то что все цены на доставку точно такие же как в самом магазине плюс сохраняются все акции но по моему промокоду погребняк 400 вы получите дополнительную скидку 400 рублей на заказ от 1800 рублей для новых клиентов так что ссылочку на эту опцию я оставлю в описании к видео что много когда-то некрасиво можно чуть поярче днем конечно эти скулы ну как бы это прям спокойно надо их выделять прям сильно закрываем закрываем белый получается да наносим к белую основу будет теперь серый такой на его на все легко на неподвижно нужно добавить уголочек а все чтобы у меня советую одно так что по красе и стать сделано заслеться кубки носокубки поколоть мощно сборки профиль прям выделяют к чего можно сделать на самом деле или чу только не делать но здесь большая роль по реснички нужны ну именно красинка в своей путина вообще их не клеить или нельзя раньше я их клею сейчас общению все в основном на россии хотя они они высыхают выкидываем вот хотят уже на рощину чтобы были чтобы это не снимать каждый раз накладные они сутки на основа как бы вот так вот выглядит да и потом чуть-чуть подчищаем но это всегда где-то растушевка это когда мы вот нанесли и потом трем это место чтобы не было вот этой границы прям где-то добровидеть получите муки вы добавляете все равно вот тут же убираете так ярко уже а снизу будем рисовать главное чтоб не получилось знаете как эффект заплаканного я боюсь что красиво было не будет хорошо как синяки теперь когда прям внутри глазика может его тогда подточим зачем нет ни внутри не надо там просто вдруг это чья-то чья-то слизь а это вот этот уголок до которой мы белый хотели будем подводить не надо думать его потачивать нет он мягкий опыта чем будет полостренький а то что там другу я дезинфицирую спиртом ну да так нежнее как будто наш это вот давайте может стрелочки побольше которых не видно надо чтобы это как-то ресницы заметно были именно глаз увеличился они вроде на образце там прям длинненько на это рам этим сделано я не делаю только карандашу а чем они у нее лайнером мне удобно да я кому-то не умею только себе брови сюда не только вот эти четыре цвета смаха уже нет да красиво лучше а вот грубовато получается как бы вокруг своей брови на рисуете сверху и сниже всегда как растушевка это выглядело как напыление напыление как татуаж да мне кажется такой вариант беспрогрешным потому что своя форма она уже есть мне надо полностью трафарета менять или вот просто подкрашили то что есть пусть его сброс приходят заранее делают хной брови заранее сделали ресницы сделали и макияж потом по минимуму остается если еще скулы губы то вообще краски не надо всегда красиво небо пошли если большие скулы губы да а средние то есть у меня тут прям не хватает да кому-то тоже то есть вот так вот в колось колось она и они как бы вот такая будет вот так вот так да все все здесь так остались губы да какой цвет будет а на фотке там такой же может еще карандашом большие нарисуем большие нарисуем теперь обводи нам быть может все таки подточим а то рот все таки это может живот кишечник и желудок а иногда в крышечке бывают карандаш нету так а можно цвет гляну он как мы его выбрали чтобы он подходил я его просто как основу хочу будет нам не виден у нас тогда с персиком по брызгам что-то не рисует 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 что вы делаете когда они уже не рисует а точилкой и аж не долго там уже деревяшка блин бедняга потому что протирала долго получать а давайте с фоткой сравнивающему что-нибудь добавил сами вот чтобы еще добавили еще отличается ресницы губы у нее тоже до как будто ну как и сделано сделано они микросы счета что снаружи к темненькие осмотрелись до никого-то советик изнутри светлая снаружи темные но глазки даже не знаю что наверное потому что форма разная разные глаза тем более до лицо другое вот но губы может сделаем как-нибудь ну вот так чтобы скоричневая снутри светленько получится это потемнее но что же спиртом сделала а вы просто а там же нет спирта зачем он я потом красный могу почему она не красит потому что блеск нет это кайма она будет сейчас не красит но я просто боюсь что там вы кого-то красили но лучше конечно чтоб это видео клиент так спокойно будет разберемся но это же мое здоровье если что-то выйдет придете мне претензии а что же сделается просто король это все прям мокрый делаешь они уже все не красят чистенькие чистенькие ну может конечно если там поточен был по нему было видно что он чистенькие и становится и потом вот не трудно а мне надо чтобы у меня а если подключите протереть вот так я их уже готовлю но клиенты не видят вот так вот к вам приходит нас не убираю это все грязно когда вы не точите то он ведь у него даже деревяшка пачкается ну вот вот это я имею ввиду вот это ведь она мы же все это протирали надо есть просто не видела я к тому что я только вижу что это карандаш достаете у него вот эта штучка грязника не грязниками то есть вы на доверие больше у меня сухожар стоит ничего только нет этой инфекции карандаш не положил сухожар почему он загорит также 220 градусов выше 308 380 и деревяшка не не сгорает она в крафт-пакете еще кладем туда все что и косметику нет косметику их мою сушу тоже кисточки и карандаши карандаши кисточки все можно убирать сухожар но слышится конечно как сказка надеюсь так и есть просто это даже была вот у косметолога на джек какой-то там ампулу при мне вскрывает нашли то есть типа не на доверие крафт-пакет уже обычно тоже при клиенте вскроют на маникюре вот а вы говорите вот мне верьте на слово там я закончил закончили не хотите дослушать бред и даже здоров это же здоровья клиента нет не скажу уставить влезнуть чем-нибудь а сколько там сколько вам сказали я не помню а реснички вы не красите почему не хочется на макияже включает ресницы вот без ресничек у нас реснички сделаем брать и не в своем и мое время я скажу покажите сколько там так вечерние 2000 то есть полторы вы за этот макияж хотите думаете он того стоит это хорошо как у вас у меня просто нет наличие могу перевод давайте сделаем а карты как нибудь все вы только наличие и не так ребят на такой макияж получился я честно говоря со своими походами по нормальным местам уже от этого отвыкла мне кажется это катар шаг ну ладно пол беды когда там не очень хорошо выходит у мастера но она старается искренне хочет сделать из тебя красотку в меру своих способностей да и опыта но сегодня блин ну во первых в конце как она грубо разговаривала смотрите не накрасила мне ресницы все криво косо разное какие-то размытые какая-то размытая форма ну вот губы более-менее миленько мне кажется лицо коричневое там особенно было видно сейчас уже здесь немножко темнеет и камера выравнивает цвет на общем очевидно то он был очень для меня темный но скорее всего было всего лишь в единственном оттенке поэтому да 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 поэтому сильно не выберешь но как бы мне кажется желание получить блин за этот мэн 2000 это конечно что это с чем-то это я бы честно говоря оплатила в него я с собой не ношу наличный миллион лет у меня обычно вариант карты либо переводом и сегодня визажист на отрез отказалась от этих двух способов сказала что не карта и оплатить невозможно не переводят но я так думаю для того чтобы не было никаких доказательств осуществления финансовой операции честно сказать то что у визажиста нет точилки ну как бы ладно там визуальный эффект это вторично по сравнению с тем что блин вот такой ну все карандаши сточеные под корень у всех испачканная деревяшка и конечно но никто хочу видно спиртом никаким не протирать потому что если человек щепетильно относится гигиене в случае если клиент где-то сомневается она но прекрасно это понимает потому что у него у самой такое отношение и на лишний раз лучше ну что там такой сбрызгать спреем например да вообще не проблема сейчас нас тут задают здрасте а я тут при мастилась сбрызнуть спиртом вообще не проблема просто чтобы клиент был спокойно раз уж так случилось что нельзя найти точилку потому что очевидно наберет карандаш он мне царапает губы потому что там же нет грифеля это было и вот несколько карандашей для глаз мы использовали карандаш для губ и потом на просьбу сбрызнуть спиртом она говорит что это потом он мокрый и сложно красить хотя опять же можно просушить там протереть ватка в конце концов ну в общем когда вопрос стоит или 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 типа здоровья спокойствия клиента или красить грязным замусоленным карандашом мне кажется ответ очевиден и все добила так скажем жирная точка шагмат это рассказы про то что карандаши при игра при 380 градусах обрабатываться в сухожаре и вся косметика там же я не думал что я такой дурой выгляжу реально что можно попробовать даже мне такое рассказать но ешки матрешки это москва типа 20 какой-то век и такое происходит грусть печаль я просто думаю если вот ну как бы визажист так делает это еще полбеды но если косметолог наверное и отношение гигиене она распространяется на другие какие-то вещи и очень жаль да что это может реально касаться инъекции каких-то инвазивных процедур где можно подцепить что-то сильно сложнее чем какой-нибудь грибок в общем я не знаю стоит ли всерьез как-то макияж обсуждать конечно тут аж но вообще как мне кажется платить не за что и претендовать типа но вот она видит что это получилось мне кажется немного должно быть стоит находить за это денег в конце да вот ну как она грубо со мной разговаривать начала она начала ко мне обращаться на ты иди отсюда там же я не хочу тебе красят ресницы ты мне должна оплатить макияж за вычетом ресниц тоже какой-то бред если у меня мероприятие в конце концов значит я не хочу но я там куда-то еду например я записалась на услугу и типа как сделать на половину укладку какую-то требовать деньги за наполовину выполненную работу ты должна половину еще искать где сделать или доделывать сама но при этом все равно мастеру платить сегодня мне кажется у нас давно забытый эконом-трешачок знаете в таких местах основной еще затык очень неприятный в том что нет человека который бы отвечал за качество нет собственника заинтересованного в том чтобы клиенты были довольны нет того чтобы тебе там когда ты уходишь одну ног тебе обращался администратор спрашивал все ли понравилось там в общем какие-то такие вещи которые должны быть наверное везде а так как здесь большая текучка прайс относительно невысокий хотя за 2000 мне кажется это грабеж получить такой результат то всем пофигу и ты просто расплачиваешься в кабинете никто не знает что там сколько ты заплатил как все это проходило никто не спрашивает тебя что случилось все ли нормально ну соответственно собственник вообще не в курсе и вот это вот это вся дизентерия продолжает процветать и я бы сказала даже хамское отношение клиенту да и я конечно бы отметила что все таки хорошо что она мне пошла навстречу и попробовать чуть меня не убили не все страшно надо сама виновата все таки я бы конечно отметила что хорошо с одной стороны что она попробовал этот макияж сделать но я думаю и было какое-то время вежливой ног еще лучше когда вежливость остается даже если клиент задает неудобные вопросы особенно если он их аргументирует и да там где-то тебе как-то некомфортно но реально все по факту вот я думаю что типа быть милой кисонька только тогда когда клиент сидит заткнувшись и говорит что все ему нравится это очень легко а вот попробуй это вывези когда уже начинаются какие-то моменты которые справедливо отмечены это уже другой левел ну и напоследок да наша изюминка это то что заметить что я сегодня все-таки решилась чуть-чуть пообщаться несколько более смело на самом деле когда нет ну вот такого контроля качества и очевидно на этапе когда начинается макияж то здесь общая вседозволенность на всех уровнях и никто не будет контролировать визажиста то есть она может тебя выгнать там нагрубить и всем пофиг никто и ничего не сделает и за клиентов никто не борется то рыпаться здесь достаточно опасно то есть надо быть готова к тому что прямо сейчас макияж прекратится и поэтому слишком смелой можно быть только если у тебя супер к эта команда там 40 людей с тобой с камерами которые но в том числе которые находятся за пределами салона если начнется куда замет хотя бы кто-то вызовет полицию ну и то что это все может закончиться ты в принципе готов снять контент в том числе о том как тебя будут без церемонии выпихивать на улице но если же есть желание именно снять макияж сильно нельзя рыпаться то есть ну ты вынужден быть гораздо более тихим потому что любой шероховатый момент скорее всего вынудит мастера просто дать тебе пинка под за а так как мне было интересно все-таки попробовать макияж что первое время я в общем дала ситуации развернуться и когда уже было понятно что вот есть такие такие нюансы можно спросить по факту а почему вот так вот они вот так а если я хочу вот так можно ли это сделать то собственно но я их начала задавать хотя это было несколько страшно кто-то мне кстати писал что надо алена не прикидывайся что ты хочешь платить мастерам которые не берут деньги потому что тогда бы у тебя с собой всегда была наличка и ты могла бы ее гордо оставить уйти а если ты не носишь наличку значит твоя настоящая цель не платить за процедуру но мне кажется что если процедура выполнена отвратительно я могу просто руководствуясь собственной совестью предложить оплатить расходники и время но скажем так это не моя святообязанность потому что макияж в таком случае чаще всего вообще не похож на референс результат тоже такое вообще не радущее с гигиеной огромные проблемы да когда все нормально то типа без жизни отказывается взять оплату поэтому вот эта тема не смотря на ни на какой результат все равно там оставлять наличные носить их специально мне кажется это измера собственных комплексов и вообще не актуально потому что опять же если плохо оказанные услуги оплачиваться в полном размере возможно это не закрепляет вообще никакого посыла что-то пересмотреть в происходящем потому что ну все нормально все пошло по плану и хоть все отвратительно сделано или хорошо результат примерно одинаков мастер получать свои деньги да обязательно 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 подписывайтесь на мой телеграм-канал и и присылайте фотографии с ваших походов салона красоты и разный опыт с мастерами разного уровня в общем обязательно подписывайтесь что случилось как все разворачивалось происходило можете прислать скринный переписок результата референс ожидания реальности я публикую себя в телеграм-канале все ссылки в описании ну что следующий конкурс для моего телеграм-канала будет просто фееричным потому что мы разыграем вот этот огромнейший набор косметики от натальи шик здесь у нас 12 кремовых тени и блески для губ гель для бровей бальзам для губ тональная основа консилер и праймер мицеллярная вода средства для очищения кисточек масло для роста ресниц кремовые румяна кремовый скульптор пудра румяна крем для тела гель для душа умывалка для лица кисточки карандаш для бровей каяла в разных цветах скраб для тела увлажняющий крем для лица увлажняющая эмульсия патчи для глаз очищающие подушечки и спонжик чтобы принять участие в конкурсе достаточно просто подписаться на мой телеграм-канал и ждать поста с розыгрышем все оставляйте комментарии я вас целую всем пока-пока где не видно тебе мне совсем нелегко я буквально на дне падает снег сверху падает снег не в силах сокрыть мой пламенный след так пронзительна и колка так унизительно долго стараясь вытащить иголку хватаясь пальцами и только